Сверхкорпорация с многомиллиардными оборотами, которая, как и положено, таким злокачественным образованием на теле человеческого общества может и творить такую дичь, какую только пожелает, внедряет некогда военные разработки в быт рядовых граждан. И вот однажды эту самую дичь открыл один юрист. Юрист, который эту же компанию в своё время и защищал. Однажды к адвокату Робу Билету, у которого в фильме «Тёмные воды» играет Марк Руффало, приезжает знакомая его бабушка и рассказывает о том, что у него выкосило почти 200 коров. Они мрут так быстро, что он едва успевает сжигать их трупы. Более того, они становятся бешеными, у них гниют зубы, образуются страшные опухоли в организме и так далее. По его мнению, это произошло в тот момент, когда в водоём, из которого пили животные, один из филиалов компании «Дюпонт» начал сбрасывать химические отходы. Фермер рассказал, что звонил по этому поводу вообще всем, кому только можно – полицию, экологам, юристам и даже ФБР. Но никто этим делом заниматься не собирается, потому что это здоровенный филиал компании, градообразующее предприятие, у которого, конечно, всё на мази. И обычному человеку, несмотря на наличие десятки органов власти, которые вроде как должны заботиться о его жизни, в итоге приходится рассчитывать, как всегда, только на свои силы. И вот Роб едет домой, обдумывая то, что только что увидел, конечно, понимая, что явно здесь что-то не так, но, скорее всего, то, что сказал фермер, не имеет такого уж масштаба, который он там себе обрисовал. И на одной из светских встреч юрист обязался увидеться с одним из главных представителей этой компании и лично спросить, что да как. И уж, конечно, наверняка это всё окажется какой-то разовой ошибкой. Но вот проходит некоторое время, конечно, представитель Дюпонт сказал, что всё тип-топ, но Роб начал углубляться в эту историю и решил разобраться, что к чему. И вот тут начинает завариваться такая каша, которую разгребают и по сей день. Для Роба жизнь превратилась в постоянный стресс, растянутым впоследствии на десятилетия. И на этой почве у него случается что-то вроде инфаркта, несмотря на, в общем-то, молодой для этого возраст. Просто представьте себя на его месте. Это занятие становится всей твоей жизнью. И, конечно, тебе за это никто денег не отвалит. А кто их отвалит, нищие фермеры? Нет, это ты должен их отсудить у этой корпорации. Но только у неё, в отличие от тебя, есть куча ресурсов, куча адвокатов и куча денег. И этот бой явно неравный. Это как Давид и Голиаф. Но только в данном случае Голиаф вполне реален. На тебя начинают презрительно смотреть коллеги по работе. Семейная поддержка тает. Твоё здоровье постоянно ухудшается, но что самое главное, не видно конца и края, хоть какого-то реального маячка в конце пути. И испытывая всё это внутреннее и внешнее давление, настоящую паранойю, когда ты думаешь, и причём вполне небезосновательно, что твою машину вот-вот взорвут на парковке, или случайно собьёт автомобиль, ты, несмотря ни на что, продолжаешь идти по той дороге, которую ты выбрал, понимая при этом, что в конце пути тебя, вероятнее всего, ждёт не лавровый венец, а деревянный гроб. Вот это всё вышеперечисленное есть реальные качества настоящего супергероя, по моему мнению, который действительно существует среди нас. Конечно, эта история не блещет привычными супергеройскому жанру красками, красивыми костюмами и прочим. Она, как и многие подобные фильмы, не находится в домашних коллекциях и уж, конечно, не показывается в кинотеатрах, собирая сотни миллионов. Но эта картина смотрится как действительно вязкая, тёмная вода, которая своей меланхоличностью затягивает зрителя. То, что её история – это вполне реально происходящие вещи, ещё больше подкупает. А медленное напряжение постоянно нарастает при просмотре. Клубок лжи раскатывается до таких невообразимых масштабов, что оказывается та химоза, которая фигурирует в фильме, присутствует уже во всех живых существах. И в мире осталось менее 99% здоровых людей. Возможно, когда-то в прошлом до вас доносились слухи, что тефлон – это вредная штука. Так вот эти слухи доносились именно из этой истории. А компания Дюпонт, производившая его, на нём одном делала выручки более миллиарда долларов в год. И основная проблема главного агента, который является составляющим тефлона в том, что он биоаккумулируется в организме, ну то есть накапливается и не выводится им. Так как его основная фишка, так скажем, заключается в том, что он не взаимодействует с водой. И возможно, это уже лично мои догадки, именно поэтому к сковородкам с навёхеньким тефлоновым покрытием ничего не пристаёт. А еда соскальзывает с него, как с гуся вода. Ну вот такие дела. Я уверяю вас, что фильм смотрится отлично. Он не будет грузить вас в мозг какой-то ненужной научной информации, которую вы не запомните, параллельными от основной истории событиями и так далее. Он будет раскрываться в нужном ракурсе и с правильной подачей, где почти 20 лет судебных тяжб будет укомплектовано всего в 2 часа экранного времени. Я больше не буду спойлерить фильм, но, знаете, я считаю, что хороший фильм спойлером не испортишь. И этот как раз из таких, который можно посмотреть в спокойном и серьёзном расположении духа. И он порадует вас такой же спокойной, серьёзной и качественной визуальной картинкой. Ведь снято всё действительно отлично. И, конечно, также порадует вас отличной игрой актёров. Я надеюсь, что вы посмотрите фильм «Тёмные воды» и дадите обратную связь в комментариях. А я, возможно, в дальнейшем продолжу рубрику «Основанно на реальных событиях», где буду вкратце рассказывать о фильмах подобного формата. Потому что, знаете, не только одними джокерами, суперменами и бойцовскими клубами жив синематограф. Понимаю, что это совсем не массовое и малоизвестное кино, но я всё же прошу вас поставить лайк и по возможности дать репост этому видео. А в комментариях напишите, какие вы знаете фильмы на реальных событиях, вроде «Здесь курят», «Земляне», «Хвост виляет собакой» и так далее, которые, по вашему мнению, также стоит обозреть. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Будьте аккуратнее. И до новых встреч. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok